Борис Джонсон опять оказался в центре скандала и опять из-за неуместных высказываний. Чем на этот раз бывший министр иностранных дел скорбил британцев, британцев узнаем от Светланы Чернецкой, поскольку она в Лондоне. Мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Британии известен своей эксцентричностью и острым языком, из-за чего не единожды попадал в громкие скандалы. В этот раз Борис Джонсон заявил, что мусульманки в своих длинных бурках похожи на почтовые ящики или грабителей банков. Своими мыслями он поделился на страницах газеты Телеграф. После ухода с поста министра иностранных дел Джонсон решил вернуться к любимому занятию, ведь в прошлом Борис успешный журналист. Его еженедельная колонка одна из самых популярных. И вот он в очередной раз подтвердил, что знает, как привлечь внимание к своей персоне. Правда, история быстро дошла до премьера, и Тереза Мэй жестко раскритиковала соратника по партии. Прежде всего я верю, как и правительство, что вопрос, как одеваться женщинам, это их индивидуальный выбор. А когда мы открыто обсуждаем такие вопросы, необходимо осторожно выбирать выражение. А слова, которые выбрал Борис Джонсон для описания внешнего вида людей, многих оскорбили. И я согласна, что он должен извиниться за это. Многие коллеги по консервативной партии пошли еще дальше. Призвали Бориса покинуть ряды этой политсилы. Возмущение его высказываниями выразили также мусульманские группы и депутаты из оппозиционной лейбористской партии. Самое смешное, что в своей колонке Джонсон выступил в защиту прав женщин носить любую одежду. И высказался против закона о полном запрете бурок, который на днях вступил в силу в Дании. Но тем не менее считает смешным, что некоторые женщины по собственному желанию носят такую одежду. Сейчас Борис Джонсон находится в отпуске за пределами страны. Тем не менее он не может не знать, какую волну критики спровоцировал. Но извиняться, похоже, не собирается. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.